так начинаем доброе утро всем мы на ярде друг мой петрович выгружает свою а я начинаю выгружает выгружать мой трейлер в общем а у нас сакраменто вернее белла до hills есть две машины это вот это volvo и nissan сейчас мне придется вот это все выгрузить 2 машина стоит здесь и 7 заново загрузить вот петрович уже одну сегодня утром поехал эту porsche снял и сейчас вот выгружает вот этого инфинити g35 а мне нужно будет сначала выгрузить сначала выгрузить вот эту subaru так что начинаем работать вы меня просите вы меня просите чтобы я снимал как я выгружаю или загружаю то я сейчас попробую это сделать если сильно будет видео таким быстро так как у меня видите камера на голове я должен руками работать и сейчас посмотрим как получится я по-моему один раз уже пробовал так делать и по моему мне тогда не сильно это понравилось но я буду стараться голову так не сильно быстро крутить и может и получится так тихонечко выезжаю и начинаем здесь вот рядышком парковать ваньки нету ванька в рейсе так что ключ оставляем здесь и идем выгружать следующий теперь мне нужно поднять вверх полностью для того чтобы я смог расслабить цепи на вот этом сирики для этого что я делаю снимаю вот этот стопор и начинаю поднимать верхнюю полку вверх короче я буду снимать друзья если вам это будет нравится будете смотреть если не будет нравится то просто будете ждать следующего видео но много есть из ребят которые просят чтобы я снял как я именно загружать и выгружаясь обязательно вот эту машину когда поднимаем не забываем вот здесь вот проверять зазор все сверху пока я подниму и я думаю что будет все нормально сейчас подниму вот эту вот новую nissan ролл поднимаем одновременно сразу подниму эту тоже чем мне нравится вот этот вот электрический электрическая помпа да то есть трак может быть заглушенный цвет отдыхает а я могу вот это все загрузить правда все мы добавляли еще одни и два еще аккумулятора то есть трейлер имеет два аккумулятора даже если придется отцепиться то помпа будет работать все сейчас я буду расслаблять цепи на этом сирике и будем будем его снимать друзья здесь нужно аккуратно вот они цепи нашего здесь перчатка мешает я когда цепь снимаю я его стараюсь вот так вот зацепить чтобы чтобы у меня не было проблем так и я тут надо будет снять так все идем на следует на другой стороне так все вот так я приготовил эту платформу мне нужно было подвинуть сюда чик чтобы этот сирик нормально смог отсюда съехать сейчас сейчас машинка новая вот петрович тоже выезжает на кемочке короче работаем друзья у нас сегодня понедельник понедельник 21 мая так что время летит всем привет тихонечко тихонечко вот так аккуратненько мы съехали теперь вы точно сможете увидеть как как это все было и как было загружено и тому подобное так ляпота так все выключаем ключ оставим здесь потому что мы их будем обратно грузить 7 машин что я делаю я когда ключи оставляю машина обязательно стекло нужно оставлять открытым потому что есть машина не закрывают сами себя так все неплохо получилось мой этот рейл так и стоит у меня с этим ремнем с тропом уже выгружусь поеду все дело вот это закончу и тогда тогда уже займусь этим я очень рад что я приехал домой доехал нормально без никаких проблем так а видите вот этот пин вот этот палец он он держит вот этот футбол чтобы он не вот это походу вот здесь самое опасное место где может что-то произойти потому что зазор здесь реально очень маленький здесь на этом месте получается что три машины на высоту до ну пока слава богу за все это время проблем никаких не было все сейчас я сниму пин снимаю пины и сдвигаю сдвигаю вот эту платформу назад вот это мой пин что поломался вместе с колечком сот трубы короче это спейсер я его пока сниму и чтобы мне было потом его пока поставлю я его сюда потом с ним займемся так у нас здесь есть пин этот пин нам надо снять так все и сейчас слайдуем назад и вот эти пины надо будет снять что держит что машина не прошла вниз так чуть-чуть приподнимаем снимаем пин и здесь и там надо будет снять и сдвигаем его назад ведь и платформа идет назад довольно таки неплохо идет снимать сниму тот пин с той стороны петрович как дел короче друзья нам с такой работой даже не надо фитнес ходить потому что здесь 9 выгрузите 7 заново загрузить здесь движняка хватает движнячок по полному так вот сейчас я увидел что он меняет ведь он его так это что не дает вот этому идти поняли да вот так сейчас мы его отпустим но не идет вот так уж пойдет сейчас будем смотреть я когда был там нормально все пошло назад как как надо а вот здесь он что-то не хочет зажимает я думаю что зажимаешь наверно вот здесь нормально свободно все сейчас разберусь так давай ну да но я подниму его максимум наверх а вот-вот пошел вот пошел пошел сейчас я я поняла я же не отпускаю сейчас я возьму это я спрей сделаю у меня тоже у меня тоже есть вот видите вот этот столб его как будто как будто согинает сюда это наверно из-за того что наверно из-за того что все-таки здесь нету пина да видите он должен его туда затас а но я сейчас вот эту возьму и это я я вот эту освобожу и туда может монтировку засуну да потому что он его как будто отсюда это а ну да ну это надо стать сейчас отсюда а ну да эту матерю а ну да я попробую припадать а ну сейчас но родной туда не пойдет потому что он там не не пройдет на ту сторону сейчас так вот сейчас идет она но я возьму намажу я сейчас набрызгаю так есть у меня вот такая сухая графиточка она здесь с этой стороны выдастесь только вот здесь вот именно вот здесь вот у нее сам не блестит там да а у нас Саня, всё это всё равно тоже Есть, где тоже цеплялый Угу Но машина не вырзгает? Да, она вырзгает Всё Интересно Так, вниз Саша, дай что надо сделать А? А ты просто В ту сторону выровняй Примерно точно так же И вытаскивай так по другому Пока ты не поставь Понимаешь, что я имею? Саша Смотри У меня старый тоже не заходит до конца Видишь? Смотри сюда А вот Видишь? Это максимум, что я могу опустить Примерно то же самое, что у тебя Просто Когда будешь вытаскивать Придётся Один раз выйти из машины И поднять Переднюю часть Приподнять и выехать Я сейчас по другому сделаю Я сейчас подниму Эту здесь застопарю И так попробую Все Все Уже стопарить Больше не надо Вот так И сейчас попробую так Видишь? Там надо О О О О Сейчас много Ну У него есть немножко тут загнутость Да, он Это Он согнулся Этот Этот Ровнее стоит А ну Когда По максимуму поднимаешь Угу Она Тогда Ну Понятное дело Ну как её отпускать? А ну Сейчас 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 Петрович Я чуть ниже его Петр А ну возьми это Нормально Всё Ровно Чего Вот Здесь взять монтировку А Ну И вот Туда Ну Вот Так Угу 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 так короче решил я поехать в шап так как по моему мы поняли в чем проблема здесь проблема в том что вот этот пин что был здесь да он держал все равно чтобы вот эта платформа не ходила туда-сюда когда машина у нас была здесь пина здесь нету получается что весь груз был на вот этом столбе и он его чуть-чуть согнул сейчас я поеду шапу возьму цилиндр гидравлический я его хочу вот отсюда взять сюда поставить и затолкать его туда чуть потратить и все будет у нас нормально так петрович я поеду шап сейчас приеду так вот подъезжаю я в шап и заберу я отсюда цилиндр поеду поеду я это попробую попробую я поправить алёго раз грыня вот он работает на приуса господа да меняйте на приус батареечки дилер дает гарантии на 10 лет на вот эти вот батареи и вот это мой дядя гриша он вот это меняет и люди довольны ему хорошо так что такая она жизнь с гарантией работы да 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 вот он сделал себе вот такую здесь раньше вот это было гидравлический да вы его переделал сюда поставил 2 2 2 батареи от приуса он короче у нас писались по этим батареям и чтобы ему рук руками не было это тягать он его тихонечко суда поднимает друзья 21 век на дворе а я приехал цилиндр заберу свой поеду у меня там один это согнулся друзья вы много кто спрашиваете что там а слэксами вот он готовый вот вот это у меня лс вот он готовы просто надо взять передний бампер поставить да я как-то займусь этим обязательно а это а с тоже почти готовы надо это самое а вот бампер мой на на лс вот он стоит здесь готовы покрашены вот они эти сенсора что я ждал они уже здесь просто надо взять и сделать а не хватает рук не хватает рук вот она toyota prius эту машинку выиграл мой мой дядя мой дядя коля но я хочу взять его не хочу я я это уже как бы моя машина будет я его хочу жене взять на на повседневную машину это toyota prius ви она такая удобная сзади большая багажник очень хорошего размера вот так она выглядит удар был здесь по передку вот здесь был удар вот как видите крыло поменялось капот и это крыло и короче здесь фары пойдут реинформсмент поменялся это реинформсмент он как у вас называется ну короче усилитель бампера да да вот так вот выглядит этот toyota prius он у нас 13 года по моему и на ней двадцать три пробега эйрбеги на ней целые я хочу взять такую машинку на каждый день своей жене так как она сейчас ездит на audi q7 бензин конкретно дорожает и это очень даже не выгодно для езды каждый день так что будет каждый день ездить на таком приусе когда детей отвозить привозить там разные кружки разные это для детей будет toyota prius так где мой цилиндр ладно сейчас найду так вот друзья достал я у меня там в тумбочке они были там сзади машины мало места то я не стал снимать вот у меня есть такой цилиндр он на 10 тонн хороший вот такой цилиндр я с ним очень редко пользуюсь но вот сейчас сейчас он понадобится так как здесь у нас есть этот фрейм или стапель как у вас на русском стапель то этот не приходится с этим пользоваться так все я поехал я поехал и попробую его сделать так друзья что здесь я решил сделать короче собрал я вот таких вот вот такие вот есть кусочки собрал я этот цилиндр гидравлический и сейчас мы будем с вами его поднимать так эту пока поставим вот сюда и тихонечко мы будем продавливать пошел я сюда пока поставил вот эту резиновую она упругая такая резина тверда посмотрим если видите мне нужно вот этот стоп чуть-чуть это я его приподнял как раз на то место где она где начинается вот это вот сгиб и сейчас мы его будем здесь у нас место твердое классная как раз и и как вам как у вас там говорится покажем мы да здесь он серьезно и 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 я думаю сейчас сюда поставлю железо да надо железо чтобы вам это по-моему вот это можно будет поставить а если вот эту то есть вот мы вот 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Видите как он уже его даже на эту сторону. Сейчас его чуть-чуть надо будет это, чтобы он остался у нас ровный. Главное не переборщить. Главное не переборщить. Красота. Все-таки он без этого пина его, вы сами видите, ну 3000 миль, больше 3000 миль я проехал. И все-таки вот эта вибрация, и все это оно дало о себе знать. Ну и что, завтра я поеду выгружусь. Вот так. Красота. Сейчас я его сниму и посмотрим. Ну он выпрямился, это 100%. Видите, он даже уже на эту сторону чуть-чуть пошел. Сейчас я ее расслаблю и посмотрим, что у нас здесь получится, друзья. Так, можно еще чуть-чуть. Можно еще чуть-чуть. Так, я сейчас возьму вот сюда кусок дошечки добавлю, чтобы у меня ход не был сильно большим. Друзья, решил я сделать по-другому. Я решил его взять, спустить. Тихонечко и посмотреть. Вот так я его спущу и еще раз надавлю на него. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас у меня это будет даже намного круче, чем при первой попытке. В этом случае, друзья, как у вас говорится, мы можем смело сказать, что мы ему сейчас покажем кузькину мать. По-моему, так у вас говорят, да? Сейчас посмотрим. Что здесь у нас произойдет. У меня здесь, по-моему, уже масла мало. Что-то он сильно, сильно долго берет, пока он начинает его это. Похоже, что уже маслица нужно будет добавить. Ну, сейчас мы сделаем работу. Видите, он просто пошел сюда надо. У нас, когда был где-то 45 градусов, то он плотно сюда упирался. Я сейчас его спустил, то он здесь, как бы получается, только на этот конец давал. Ну, сейчас еще один разочек. Серьезная штука. Он если полетит и даст по мордочке, я думаю, это будет чувствительно. Так, вы видите его? Он уже его прямо... Все. Я думаю, что, я думаю, что все-таки он его попавил. Сейчас. Так, я его снил. Я его сниму и попробую. Так, друзья, решил я его поднять вот этот цилиндр максимум наверх. И добавлю я вот эту чуть-чуть по длине extension. И хочу, хочу я по длине попробовать еще разочек. Именно на 45 градусов. Я думаю, что уже он у нас по большому счету поправился. Я думаю, даже сейчас, если я попробую, он уже закроется. Но я хочу по всей длине его открыть и так попробовать посмотреть. Так, друзья, я поехал, купил... Поехал я купил масло. Вот такое вот Hydraulic Jack Oil. Да, для домкрата гидравлическое масло. А то не было... Было мало масла, и он чуть-чуть качал, и все. Сейчас вот поменяли масло, вернее добавили масло. Вот Петрович здесь тоже приехал. И смотрите вон, как его хорошо... Как она хорошо уходит. Вот так мы сделали на 45 градусов где-то, да? А давай сейчас отпустить, посмотреть... Да, и сейчас мы его когда отпустим, посмотрим, если он останется так ровно, или же... Вернее, мы его сейчас так сделали, что он уже чуть-чуть даже на эту сторону. Да, чуть-чуть пере... Пере это... А ну, Петрович, отпускай. Ну, мы чисто по этому не можем судить, потому что он здесь все равно ходит. Внутри этого чуть-чуть у него есть ход. Если вы видите, вон там вот, да? Там почти одна четвертая. Почти одна четвертая есть ход. Ну, все нормально, даже и не хватит. Я думаю, можно отпустить еще чуть-чуть и еще раз это... Вот в этих районах это отпустить его и еще раз... Чуть-чуть затолкать, да? И он будет, он будет обширован. Да, просто эту, да, снять, да, и поставить туда, и сейчас я отпущу эту... Ээээ... Платформу эту ДЭК. Так, вот здесь... У нас вот так будет. Все, иди отпустили. Вот это главное, чтобы... Сейчас я его отпущу. Витя Петрович уже все машинки почти уже снял и еще одну отвез, а я все еще муздыкаешь. Так, ну что, получилось у нас. Вот так он отпускается. Уже после рейса приеду и пин этот заварю. И все. Ходит хорошо. Так что, как-то так, нормально. Уже... Уже можно будет это. Так, сейчас я поднимаю. Здесь я поднял. За это время, что стоял, чуть-чуть, может, на инч отпустился. Сейчас я поднимаю сначала вот эту Вольгу. Обязательно надо не забыть проверить вот здесь вот зазор. Вот этот зазор обязательно, потому что если забыть, то обязательно сделаешь повреждение на капоте. Все. Все. Сейчас поднимаем эту. Это у нас аккорд. Чуть-чуть передок. Чуть-чуть за. Можно еще передок. Смотрим, что у нас здесь. Можно еще чуть-чуть. Все. Сейчас двинем. Вот так вот. Так, сейчас надо... Видите, здесь очень большой перепад. Надо вот эту поднять где-то в эти районы. Все. Мне повезло, что это хоть уже дома это, так как я пошел, взял, пошел я взял эту. Гидравлический цилиндр этот. Домкат. И смог я с Петровичем это сделать. Это у нас... Это у нас вот эта. Видите, нормально зашла на место. С обеих сторон нормальный зазорчик. Так. Сейчас уже можем работать. Сейчас уже можем отцеплять цепь. ЗАМАТНЫ 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 Продолжение следует... Мне спешить некуда, так как я не завтра еду выгружаться, а я поеду в среду. У меня один клиент прилетает завтра вечером. У меня нет смысла везти завтра, я лучше отвезу в среду и скинусь. Здесь нормально. Готово друзья, можем просто взять ключ завести и выезжать. Вот эту я чуть-чуть отпущу. Я не знаю, вам будет нравиться такое видео, не будет, но некоторые из вас просят загрузку, выгрузку. Так, это вот этот ключ. Садимся сейчас аккуратненько. И потопали. Места мало. Перчатка упала. Места мало, друзья, так что приходится... Здесь с этой работой желательно быть в форме физической, потому что если набираешь вес, то здесь вот эти вот проходы и все такое довольно-таки мало зазора. Вот так аккуратненько идем. Все, вторая, уже, я думаю, будет быстро. Но я время потерял, очень хорошо потерял время. Перчатка моя упала. Сейчас буду я выгружать в Вольву. Для этого мне необходимо вот эти пины отпустить. Их максимум вниз. Вот так. И отпускаем Вольву вниз. Здесь приподнимаем и здесь чуть-чуть. Красота. Все, цепи отцепили. На этой Вольвочке. И выезжаем. Это Вольву у нас С60. С60. Так. Так. Довольно-таки неплохо сделаны Вольву. Вот здесь у него здесь пульт управления. Сюда вставляется ключ. Сюда вставляется ключ. Спидометр. На этой машине 30 тысяч пробег. Тридцать четыреста тридцать восемь. Так вот выглядит руль. Кожаный. Очень хорошо чувствуется в руках. Приятно. Вот так вот выглядит салон сидушки. Неплохая машинка. Неплохая машинка. Так. Что сдаем назад? Все. Так. Вот так выглядит эта Вольвочка. Я думаю она у вас тоже есть. Машинка неплохая. Так. Сейчас. Сейчас я буду скидывать вот этого Ниссанчика. Ниссан Алтима. Так. Чтобы снять этого Ниссанчика. Сейчас я... Мне надо будет освободить цепи. Цепи. Вот эту машину верхнюю. Надо сдвинуть максимум вперед. Вот так. Так. Сейчас. Поднимем. Еще чуть-чуть. Вот это. Все. Сейчас будем поднимать пол. Для того, чтобы мы смогли выехать на этом не сами. Петр Айц. Там машина. Все. Этот чуть отпустим. А этот чуть-чуть поднимем. Вот так вот. Все. И будет все чики-пуки, друзья. Все. Друзья. Идем. Идем. Будем. Будем снимать вот эту вот Ниссан Алтима. Так. Ключ правильно взяли? Правильно. Сейчас. Аккуратненько. Надо заходить сюда. Вот так вот. Все. Заводим. Ай, красавица. Так. Поехали. Тихонечко назад. Главное не спешить. Аккуратненько. Аккуратненько. Идем. И все. Будет хорошо. Так. Вот так вот. Так. Вот эту машину я запаркую туда назад. Потому что она. Я ее отвезу завтра. Две машины. Вот эту и Вольво. На маленьком трейлере я их по отдельности отвезу. Пока они у нас будут вот здесь нас ждать. Все. Я думаю я заехал как калека. Чуть-чуть криво. То есть не как калека, а как как не профессиональный водитель. Все. Все. Сейчас вот более-менее. Вот то люди придут сюда и скажут как этот Саня запарковал здесь как. Чобан. Все. Пока этот Ниссан будет здесь. Вроде ровненько. Да. Ровненько. Пока он будет здесь. И. Вольво. Вольво. Тоже надо будет вот сюда. Сейчас я спускаю вторую полку. И начинаю выгружать второй. Второй этаж. У меня там четыре машины. У меня там четыре машины. Ну второй этаж уже легче. Сейчас просто все идет вниз. и. Короче вот эти пины они это что держит машину наверху. так. 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 Все. это можно поставить на 1 2 3 4 5 6 я их ниже не отпускаю 1 2 3 4 5 6 7 все все начинаем опускать а а и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дело в том, что если мы его не двинем туда, у нас угол будет сильно такой высокий и можем повредить передний бампер, когда будет спускаться. Видите, вот так отпускается и только тогда верхняя шока у нас может пойти вниз и мы сможем нормально выгрузить. Продолжение следует... 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 понимаете да если вот это нижняя полка была бы там то у нас вот здесь сильно получается большой такой спуск и здесь когда это двигается назад здесь плавно слезает давай 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 Петрович зажигает, а? О, Петрович зажигает Петрович молодость помнил или что? Он орет как ява Так, ну что, друзья мои Загрузил И я загрузил, и Петрович загрузил В общем Вот так это выглядит Я уже, когда заканчивал выгружать Я перестал снимать, так как Уже не видел в этом смысла Вот загрузил я 7 машин Которые на среду пойдут В Берию, то есть в Сан-Франциско У меня 7 И у Петровича 7 Петрович будет ехать завтра А я буду ехать в среду Так как у меня клиент один Только прилетает Завтра вечером А вот это вот Вольвачку И вот это Ниссан Альтиму Я отвезу Завтра В общем, такие вот дела Альтиму Альтиму Субтитры сделал DimaTorzok